Привет всем, ребят! С вами Турямбыч, и в этом видео мы будем ставить весьма любопытный эксперимент. Дело в том, что в игре у нас, все вы знаете, есть премиум корабли, и лучше всего годятся для фарма кредитов и, возможно, свободного опыта кораблики 8 и 9 уровня. Ну, такие, как, например, Тирпец, или же, может быть, Аляска. Да, но также у нас в игре присутствуют корабли так называемые акционные. Это десятки, у которых, вот если посмотрите, вот такой вот значок, он, в отличие от премиумного корабля, вот если посмотреть у премов, вот такой вот, да, премиум корабли. А это особые корабли, ну или же, опять же, акционные. Эти корабли не имеют повышенного фарма в кредитах по умолчанию, потому что у премов он есть, у акционных его нету. Но обладают они весьма интересной особенностью. Дело в том, что в послебоевой статистике у акционок у них скидка на ремонт 50%, в отличие от обычного корабля, на который вы повесите вот этот перманентный камуфляж. Да, конечно, акцион, когда вы покупаете, еще имеет вот этот вот пермкамо перманентный или премкамуфляж, можно его назвать. Он дает 20% кредитов за бой дополнительно. И вот в этом видео я хочу посмотреть, может ли акционный корабль хоть как-то приблизительно сравниться в фарме с премиум кораблем. И, возможно, за счет того, что у акционки сейчас он стал дешевле в плане обслуживания. У него уменьшилась стоимость обслуживания за счет того, что расходники стали бесплатными. Возможно, что акционка сейчас фармит, ну, если, конечно, не лучше, чем там, скажем, восьмерка и девятка, то, возможно, и не хуже. У меня, честно говоря, был соблазн взять Тандр, зарядить фугасы и как бы пойти фармить и все такое. Но я думаю, что это будет не очень репрезентативно в том плане, что Тандр вообще корабль достаточно читерский. А вот если мы с вами, скажем, приобретем какую-нибудь Москву... Корабль, кстати, я его особо не трогал с того момента, когда он стал акционом. Для тех, кто недавно присоединился к нашему каналу и к игре World of Warships, ребят, это кораблик за уголь сейчас продается. Раньше это был бывший топ советской ветки, его вывели в отдельную акционную десятку. Я думаю, что мы именно Москву посмотрим, как она сейчас чувствует себя. Для тех, кто не знаком с кораблем, посмотрите, стоит ли приобретать для себя этот корабль. Ну и, ребят, традиционно прошу вас поставить лайкос под этим видео. Если любите всякие эксперименты, подпишитесь на канал и активируйте колокольчик. Также, ребят, я вас призываю писать в комментариях, что думаете по поводу корабля с прям камуфляжем. Есть же и не только акцион, на обычный корабль вы можете поставить вот этот самый прям камуфляжем. Насколько хорошо фармит корабль или ни черта не фармит и не тратите деньги, лучше купите прям. Пишите, пожалуйста, в комментариях. Ну и для тех, кто комментарии пишет, у вас есть шанс попасть в следующее видео и получить при этом какой-нибудь подарок или бонус-код. Все, братва, поехали в бой. Москву сильно я сейчас не буду смотреть по характеристикам. У меня достаточно много по ней видосов. Вы можете их посмотреть. И у нее ничего особо не поменялось. Если вкратце, то это корабль, напоминающий по геймплею и Сталинград, который сейчас продается за сталь, и Петропавловск, который сейчас у нас тяжелый в прокачиваемой ветке. Москва среди всех этих кораблей наиболее легкий в плане бронирования, но и одновременно с этим более скорострельный корабль и более динамичный. Как, ребята, у нас играют на Москве? Периодически я часто встречаю Москву в виде такой башенки, которая стоит, кидает там на свои 21 километр, если мы берем супермодерку на нее устанавливаем. И, в общем-то, не двигается никуда с места. Ну, возможно, кому-то это заходит. Может быть, кому-то это интересный геймплей. Лично мне такой геймплей не нравится. Я поэтому предпочитаю играть на Москве более динамично. Ну, вообще, в принципе, люблю более динамично играть на кораблях, люблю ближний бой. И вот Москва для этого не подходит, друзья, потому что все-таки это большой корабль, и для ближнего боя она не очень приспособлена. Но вполне себе годится для маневренного боя на средней и дальней дистанции. Почему дальней? Потому что она обладает просто фантастической баллистикой. Наверное, одна из лучших, один из лучших показателей баллистики на 10 уровне среди крейсеров. Там, по-моему, порядка 1000 метров в секунду скорость полета снаряда. Соответственно, как вы понимаете, что стрелять на тот же 21 километр вы можете уверенно. И плюс там не только стрелять, но еще и попадать, а еще и наносить урон. Поэтому, друзья, не стесняйтесь. Смотрите на этот корабль. Возможно, он вам зайдет, возможно, он вас заинтересует. Что есть из плюсов? РЛС-ка 36 секунд действует с модернизацией. Не такая, как на Петропавловске. Вот эта вот куция обрезанная. Сколько она там? 17 секунд или 15? Нет, здесь полноценная хорошая советская РЛС-ка. Да, она не как на, скажем, том же Димойне, который держит РЛС. Ну, порядка 50 секунд. Сейчас точно не вспомню. Привет пишут. Давай поздороваемся. Привет. Друзья, когда пишите мне привет, пожалуйста, пишите их в зеленую команду. А не на весь чат. Буду вам за это прям, ну, максимально, ребят, благодарен. Стоять за этим островом на Москве не очень профитно, потому что большой засвет. И вас видно, ну, вот видите, прям, прям вот, прям вот вообще. Так, прикол. Только сегодня, думаю, что никогда не попадаю на стримеры, в которых смотрю. Так, ну, как видите, вот по нам уже, по нам уже летит. По нам уже летит первое попадание. Поэтому вот почему, ребят, говорю, Москва не годится для ближнего боя. Именно вот примерно вот по тем причинам, по которым вы видели. То есть очень нормально так можно получить. А Москва противника ошибается. И на этом, наверное, сейчас она быстро закончится. Особенно, если будет продолжать идти вот таким же курсом. Следующий залп уже ей будет в борт с пробитием цитадели, скорее всего. А здесь я немножко... Надо привыкнуть к артиллере. Видите, беру слишком много. Баллистика здесь, конечно, очень хорошая. И совершенно не нужно делать такие залпы с большим предубеждением, хотел сказать. Предупреждением. Не предупреждением и не предубеждением. Что я там хотел сказать? Надо что болтать, что несу, сам непонятно. Упреждение, вот. Залпы с большим предубеждением. Ну, как видите, конечно, пушки здесь просто супер. 220 миллиметров. Следующий бот... Ой, прошу прощения, не бот. Следующий соперник идет к нам в гости. 23-й, походу, видит меня через... Походу, видит меня через... Вот этот тут проливчик, что-нибудь могу понять. Ну, опять же говорю, что от остров, он, конечно, норм. Но, к сожалению, зачастую противники очень неплохо его просматривают. Возможно, там с центральной точки, да, вот Югумо. Таким образом, как вы понимаете, можно очень здорово и неожиданно получить себе плюшку, которую вы не хотите себе получать. Ну, заберут, наверное, да? Нет, не забирают, но тогда придется еще выстрелить. Ну что ж, здесь мы показали себя неплохо. Противник показался значительно хуже. Прямо скажем, сильно хуже за счет того, что взял и просто два корабля, девятку и десятку, просто слил на ровном месте. Вот. Хочу перезарелиться на фугасы. Я понимаю, что мне надо это сделать, но что-то никак не могу. Вот, зарелил фугасы. И мы сейчас с вами будем штурмовать центральную точку, пытаться там прогонять наших, точнее, не наших, а эсминциозных товарищей, которые там тедят и ждут у моря погоды. Все, забирает Донскую Адзуму. На его месте должен был быть я, конечно, но, как говорится, напьешься будешь. 13 километров до Югумки. Он будет сейчас маневрировать, но, опять же... А вот по КГРО, кстати, можем кидать отлично. Баллистика позволяет вести огонь совершенно спокойно по вражеским эсминцам на дальнее расстояние. Мы таки будем это делать. Почему бы нет? Мы, кстати, потеряли два эсминца. Можем, кстати, сейчас хапануть торпеду между делами. Так, до КГРО у нас не достает РЛС-ка. Не достает... О, у нас Монтана на центре. Да, оказалось бы, ребят, не пятница. Я думаю, пятница? Нет, нет, не пятница. Я точно посмотрел, друзья, на дату. Нет, и правда не пятница. Ну, не знаю, что там происходит. Давайте-ка сдадим сейчас РЛС-ку, чтобы Ташкенту нашему немножко здесь помочь. Волчок, Вол, Ёлочка, Ленка. Ёлочка, Ленка на КГРО. Ленка, боюсь, что у тебя могут быть сейчас проблемы. Ну, если, конечно, Ташкент по тебе постреляет. Играем на команду, да? Даем Ёлочке. Бей, зимой было не холодно. Немножко ее подогреем сейчас. Маленькой Леночке холодно зимой. Есть. И вот этот вот замечательный С-23. Я думаю, блин, Ташкент мне денег должен реально за такую РЛС-ку. Вместе с Донским. Ну что ж, Югума остается вражеской. Где-то там. Я понимаю, что он далеко. И понимаю, что мне сейчас, наверное, лучше включить гидроакустику. Ну, можно чуть-чуть попозже. Хотя уже, наверное, можно прямо сейчас. Да, вот, вот и Югума. Гидроакустику можно врубать. И начинать пытаться вражеского Югума контрануть. Ташкент, к сожалению, наверное, сейчас закончится. И мне надо зайти так, чтобы... Ага, Донской светит. Донской красавчик. Где этот маленький Югума? Нам надо его разбирать. Я сейчас врываюсь на точку, как вы понимаете. Но у меня работает гидроакустик, поэтому мне не очень страшно. Но я все надеюсь, что Донского, его дальняя РЛСка, ее хватит, чтобы... Ташкент определенно должен, ребята, все не за РЛСки. Вот. Хорошо постреляли мы и по эсминцам, и по крейсерам сегодня. Осталось еще немножко пострелять по линкорам. И... Ну, надо набивать домашку. Иначе мы с вами рискуем попросту не получить дешефт от того, что мы планировали. Нам надо все-таки набить урон. И турбовина совершенно здесь не рассматривается. Нужна именно хорошая дамага, чтобы посмотреть, насколько хорошо фармит наш с вами крейсер. И наш с вами десяток, в принципе. Мы совершенно спокойно можем танковать носом и Тандер, и Монтану. Ну, Тандер, ладно, Тандер не можем. Он фугасный. А вот с Монтаной проблем никаких. Можем совершенно спокойно ее танковать. Да, Монтана? Ну, и помимо всего прочего, можно, кстати, и ББшками было ее в борт покидать. Ну, здесь все-таки, ладно, покидаем пока что фугасами. У противника остался еще один эсминец. Ташкент тут на 125 хп каким-то последним чудом выживает. Чудо потом что-то висело и мешало ходить. Вот это, по-моему, тот самый случай. Главное, не убить его случайно. А то точно фарма у нас не удастся. Так, ну что, можно зарядить... Я просто хочу, наверное, поджечь сейчас Монтану и перезарядиться на бронебойные снаряды. И, собственно, нет, Монтана, кстати, не хочет бронебойных снарядов, хочет маневрировать. Ну, кто ей помешает это сделать? Годимся мы с Монтаной. Москва совершенно спокойно имеет возможность такую танковать Монтану. Монтана не очень толстая броня и не очень мощные орудия главного калибра. То есть, как бы в борт-то Монтана бы нам бы сделала, тру-ля-ля. А вот в нос нет. Друзья, поставьте, пожалуйста, лайк за остров. Я знаю, что вы все любите, когда Турямыч застревает в островах. Сегодня это случилось. Это не могло не случиться сегодня. Очень хочется ее поджечь. Не только мне, но и Ташкенту. Ташкент молодец. Ташкент решил слиться. Я ему за это очень благодарен. Это нужно. Для того, чтобы мне настрелять немножко больше дамаги. Ну, я хочу хотя бы соточку накидать. Надеюсь, что мне удастся это сделать. Здесь Монтана мне усиленно в этом помогает. Не знаю, что она там планирует. Вот, по-моему, сейчас на меня будет переключаться. Опять надо вернуть... Вернуть нос ей. И сейчас попробовать поджечь ее в районе кормы. Тандр улепетывает просто пипец как. Сжигает он там майову. Красавчик, Тандр. Просто дай пожать тебе твою мужественную руку. Заряжаем бронебои. Пробуем. Монтана, походу, с модернизацией. Ну, с супермодеркой на ремонт, похоже. Заряжаем ББшки и пробуем пробить ее бронебойными снарядами. Скоро, конечно, выйдет Тандр. Не очень мне хочется с ним встречаться. Но почему нет? Два пожара, походу, на Монтане, если не ошибаюсь. По-моему, она без модернизации на ремонт. Ну, достаточно вяло пробивает ее ББшки здесь. Потому что она крутится, опять заряжая фугас. Но чинится она просто прям очень быстро. Не хочет она нам отдавать домашку. Хе-хе-хе. Москва. Москва, дай домашку, плес. Ну, или хотя бы фражек. Я не понимаю, что им Ташкент не забрать. Ташкент там вот прям шотно его бери. Не хочу, вон он. Не успеем мы на Ташек забирает. Забирает Ташкент. И у нас остается здесь Тандр, который тоже всячески мансит. Мы за ним гоняемся. Тадр-та-там. Повторяю, что нам надо 100 тысяч дамаги набить. Но все вот эти цифры, они весьма условны. Как вы понимаете, что 100 тысяч дамаги на линкорах, это, в общем-то, такой себе хлеб. А давайте попробуем Риги ББшки пристроить. Хрен с ним с Тандыром. Никуда он у нас не денется. А вот если бронебойный сценарий. Хотя здесь уже можно было и фугасами стрелять по-хорошему. Заряжаем на следующий на фугас. Пожадничали, пожадничали, друзья. Заряжаем фугасы. И помним о том, что где-то неподалеку прячется вражеский Югумо. Для этих целей мы используем гидроакустику. Которую, надеюсь, нас здесь выручит. И продолжаем развлекаться с вражескими линкорами. Может, кстати, еще по Югумо удастся пострелять. Ну, в общем-то, у нас все норм в плане очков. К сожалению, по-моему, если Тандр утонет, то мы не получим больше возможности Югумо здесь забрать. Или получим. Очень хочется. Хорошо, заходят наши фугасы здесь. И давайте, опять же, следующий попробуем бронебойку. Очень хочется на Москве все-таки покидать бронебойными. И по линкорам это вполне себе можно делать. Расстояние 13 километров более чем достаточно. Единственное, что не очень угол хороший. Может быть, попробовать за ним довернуться. Да, вот так вот уже. Вот так повеселее. По Тандру прям очень хорошо ББшки заходят. Тандр тоже это прекрасно понимает. И сейчас будет немножко, я так понимаю, мансить. Да, но вот это уже угол не очень комфортный. Может, может, Москва делать хорошие залпы. Позволяют орудия это делать. И вы, друзья, если интересуетесь как раз кораблем, который имеет хорошие бронебойные снаряды, это Москва. Мы получаем 732 тысячи серебра. Это с флагами. И я могу сказать, что это достаточно немного. Мы сейчас с вами посмотрим, сколько именно фарма мы получим. 122 тысячи урона. Это достаточно средний результат для 10 уровня. Мы третье место здесь занимаем. Опять же, Ташкент просто должен реально там сказать спасибо нам с Донским за эсминцев. Ему, конечно, здесь катастрофически повезло. Но мы накидали здесь и по Кагеро, и по Ягумо какое-то количество. Но в основном, конечно, мы давали по ним засвет. Итак, самое важное это кредиты. А кредитов у нас, ребят, немного. 276 тысяч кредитов начислено за бой. Но и ремонт дешевый 22 500. Не знаю, почему 75% скидка. Не берусь утверждать. И 14 тысяч за снаряды. И получается, что в итоге где-то порядка 240 тысяч серебра нафармлено. По-прежнему, друзья, это результат приблизительно корабля премиум 6-7 уровня. Да, мы здесь получили модификаторы, флажочки, камуфляжики. Мы, кстати, можем сюда камуфляж тип 20 еще и приплюсовать. Мы его не приплюсовали. Это премкомок, который идет в комплекте. Получается, что 290 тысяч уровень 6-7 премиумного корабля. То есть как бы фармить можно, но это не восьмерка и не девятка. Возможно, на тандыре было бы интересней. Но никто меня не обвинит в том, что бой здесь сыгран плохо. Бой, по-моему, сыгран очень даже не дурно. Есть и победа, есть и хороший дамаг, есть и ассисты и так далее и тому подобное. Соответственно, если бы вы играли хуже, фарм был бы меньше. Поэтому по-прежнему, друзья, к сожалению, должен заключить, что фармить на акционных кораблях можно, но не очень эффективно. Поставьте, пожалуйста, лайкос. Ребята, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. С вами Турямбыч. До новых встреч. Увидимся. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok